В зале Кашхабского районного суда состоялось совещание по итогам деятельности службы судебных приставов Кашхабского района за 2015 год. На итоговом завещании присутствовали руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея Дмитрий Лабазов, исполняющий обязанности заместителя руководителя Дмитрия Сидоренко, первый заместитель главы района Руслан Немыков, прокурор Кашхабского района Евгений Зиновчик, начальник полиции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Руслан Мами, представитель судейского сообщества Азамат Хасанов. В начале своего выступления начальник Ашхабльского районного отдела судебных приставов Рустам Труняев отметил, что основными задачами службы судебных приставов является исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечение установленного порядка деятельности судов. В 2012 году в структурном подразделении Управления на исполнении находилось 1910 исполнительных производств. на общую сумму 239 млн. рублей, тогда как за 2014 год 1994 исполнительных производств на общую сумму 176,6 млн. рублей. Таким образом, имеется тенденция к незначительному снижению общего количества, находившихся на исполнении производств, порядка 80 производств у нас на 80 производств уменьшилось поступление, при значительном увеличении суммы именно на 26,1%. Наибольший рост происходит по категории кредиторской задолженности. Несмотря на стабильную динамику количества исполнительных производств, средняя нагрузка на одного судебного пристава исполнителя, всего таких сотрудников у нас 5, в 2015 году составила 2382 исполнительных производства. Окончено за отчетный период 7614 исполнительных производств. Здесь у нас произошло снижение по количеству оконченных, если бы по прогребовало 8254, то есть на 640 производств. Из них фактическим исполнением 5984 производства, что составило 78% от общего количества всего оконченных плателей за истекший год производства. По-прежнему одним из приоритетных направлений деятельности является взыскание алиментных платежей. В следующем году на исполнении в отделе находилось 242 исполнительных производства данной категории, тогда как за АППГ 206, окончено 104, АППГ 68. Остаток, несмотря на значительное увеличение поступления, удалось сохранить на уровне 14-го года, который составил на 1 января 2016 года 138 исполнительных производств. Подводя итоги деятельности Кашхабского районного отдела судебных приставов в целях повышения качества и эффективности работы в целом, а также закрепление достигнутых положительных результатов в 2016 году, запланировано и в обязательном порядке применяется в повседневной деятельности проведение совместных рядовых мероприятий с представителями налоговой службы, ГИБДД и Пенсионного фонда, а также иными уполномоченными органами. Акцентирование внимания на своевременное и полное исполнение требований исполнительных документов в порядке, установленном федеральным законом об исполнительном производстве с минимизацией нарушений, проведение дополнительных учебных занятий сотрудниками отдела по практике применения норм действующего законодательства. Следует отметить, что на протяжении нескольких лет отдел по итогам работы уверенно держится на передовых позициях. По итогам 2015 года общее третье место мы заняли из четырех наших направлений по основным деятельностям по двум отделам занят первые места. Ну вот это самое главное, понимаете, места это не самоцель, но когда люди работают достаточно стабильно, занимают относительно первые места, это, конечно, положительный, очень важный момент в жизни. Завершилось мероприятие приятным моментом. За многолетний добросовестный труд и в связи со 150-летним со дня образования Института Федеральной службы судебных приставов медалью была награждена Фатима Рзаева. Благодарственное письмо от министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий за многолетнее плодотворное сотрудничество и активное участие в решении вопросов укрепления законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан получил Анзорт Ху.